приветствую и кругом снова вечер и везде опять новости главное из которых для меня лаврова в том что отпуск мой наконец-то все кончился а наша с вами традиционнейшая международная рубрика лавров за гранью грань первого сезона успешно перешла что значит что второй сезон первого отличие начался и да в нем мы по традиции вновь как встарь тех и то кто и что за мировой политку лисы есть обсуждать будем вернее вот уже считай таки вместе с сезоном мы с вами оба-два делать это и начали и как в те сентябре которые в школе не в одной но вместе все и каждый из нас провели первонаперво перед получением знаний новых надо узнать важное а именно что же из знаний прошлого за каникулы вывалилась у всех с головы и еще хорошо если таки не на совсем ровно как в том анекдоте когда учитель спрашивает учеников как писать помните но хоть как читать не забыли ладно пропустим в какой класс перешли можете сказать а ему в ответ о а вон та штука кажись цифры и вот именно про цифры и числа какие в информполе появлялись в срок пока и когда меня тут не было сегодня давайте и поговорим тем более что эти самые мимолетные числа и цифры на весь следующий сезон свое влияние неисчислимое оказать еще ой как смогут и так я лавров за гранью вместе с вами о том какие знаки на гранях реальности за пару недель выпали узнаем и обсудим вот прям уже разве что если вы рубрику на ютюбе смотрите одно предложение до того как у меня к вам будет а подпишитесь на канал а нажмите на колокольчик и лайк поставьте а ну чтоб в цифровом выражении и youtube и я сам про то что вы числа за лето не забыли все все точно узнали и так про числа которые как известно бывают но очень большие но мы начнем пожалуй с но очень маленьких например с канцлер германии то есть по сути одного из самых больших и важных политиков ни разу не единой европы и всего мира раньше какой за пару считных лет всего буквально мелким политиком стал судите сами его выступление на генассамблее он смотрел сам он ну потому что а как без него же же еще что-то около 40 человек что с одной стороны сразу же породила злую шутку про 40 как волос у шульца на голове а с другой породила злую шутку про али бабу и его 40 разбойников хотя после последнего падения на пробежке шульц стал похож не на бабу или всех разбойников а скорее на пирата что впрочем как говорится с цифрами на руках и со всей даже одним глазом очевидностью доказала европейскую политическую элиту за год с небольшим стараниями их них партнеров не только поделили на лагеря и теперь лагеря ничего сделать с партнерами не могут но и объединили в незначащую группу вассалов сша то есть на ноль помножили а потому и цифры но он это глазастому шульцу прямо в глаз показали вот и бегут стонущего пиратского корабля это их не европы ну все убегают короче видать и шульц попытался было но не преуспел а вот моя и и надеюсь наша любимая финка санна марин она смогла напомню вкратце если кто забыл санна это та самая самая резвая из финских замужних барышень которая всего за несколько лет не только по хозяйству но и премьером суоми богатой и нейтральной страны побывать успела а кроме того вступить финляндии в нато развалить ее экономику проиграть выборы и лишиться поста зато также успела ворги с кокаином и подругами поучаствовать в лесбийский скандал в своем кабинете попасть на фотки пикантные сама попа зировать ну и с мужем развестись ну и он и так настоящий финн ведь до него похоже куда все идет дольше всех доходил так вот это самая санна по итогу чуть было не получила право называться малышкой на миллион после того как после того как она все это устроило ее в международный институт имени верного пуделя штатов британца тони блэра на хорошую и дорогую работу взяли правда оклад ей выписали всего в 200 тысяч в год то есть будет она малышка на миллион в пятилетку зато задолженность странового консультанта то есть это санна теперь других политиков учить будет как им их странами надо управлять чтоб америка и нато лайкнули впрочем чтоб америка лайкала можно санну консультантом не покупать а напротив продать главные сми американцев не абы какому ясно а александру соросу например как это независимая польша сделала как раз мой отпуск этот сорос времени не терял и увеличил например 40 как волосы зрителей у шольца до 57 процентов свой пакет акций в речи посполитой а еще ранее он и газету выборчу под крыло взял тоже а всего три дня спустя продал бывшую польскую речь своему бизнес-партнеру из венгрии и по совместительству главному противнику нынешнего премьера орбана золтану варге то есть за обе страны американец сорос да не тот взялся в межсезонье всерьез и своего мало кому отдавать теперь думается думает ну а самым большим на этом американском международном фоне за последние недели оказалось все же число триллион именно настолько вырос всего с июля госдолг сша после того как превысил порог госдолга разрешенной американцами самими же себе ранее то есть те кто последнее время и даже последние недели скупал и скупает оптом газеты политиков страны и санну марин оказались еще большими банкротами чем ранее и отдавать ничего как минимум то своих выборов они никому конечно не намерены и вот собственно в таком мире цифре нам всем и предстоит жить в следующем сезоне как это у нас и у них выйдет посмотрим в новостях и традиционно обсудим в традиционной международной рубрики лавров за гранью мы же для этого обычно по нашим вечерам и собираемся ну а если у кого из вас кому из меня есть вопросы которые обсудить надо а еще не вышло так в конце следующего месяца давайте проведем нашу пресс-конференцию наоборот традиционную до нельзя также пишите в прессу то есть мне а уж я постараюсь ответить адрес не поменялся минск коммунистическая 6 индекс 22 00 29 или звонить на горячую линию нт там все сами запишут и мне передадут а еще шлите послание на электронную почту лавров за собака mail.ru и оставляйте комментарии с вопросами на ютюбе прочту все а после с цифрами и буквами на руках поговорим но потом а пока пока хотя нет к новому сезону одно новшество ну как моя новая прическа еще один факт про цифры на пассажок комплимент от шефа так сказать пока в мире все ранее изложенные дела с большими цифрами творились в беларуси в этом году отчитались а более чем тысячи краш велосипедов с одной стороны конечно преступления и все такое а с другой на фоне их цифр это я тут подумал какая-то ну оптимистичная не находите все оптимизма вам в новом сезоне а я ушел пешком